Любопытный пушистик с очень грустным взглядом. Коту Василию пришлось пережить немало испытаний. В марте его нашли прохожий на протяжке в ужасном состоянии. В ветклинике врачи определили, что у Василия острая задержка мочи. Ему было очень больно и стабилизировали его состояние несколько часов. Там в Васе волонтёр приюта Мурдом узнал своего подопечного, которого пристроил в семью 4 года назад. И вот спустя 4 года кот оказывается в таком состоянии на протяжке. Мы, естественно, пытались связаться с хозяйкой. И в какой-то момент она вышла на связь и рассказала, что они оставляли Васю на передержку, своей знакомой, пока уезжали в отпуск. И вот пока они были в отпуске, что-то случилось, и им сообщили, что котика не стало. Они, конечно, погоревали. Но что делать? Вот только внезапное воскрешение питомца у бывших хозяев особого энтузиазма не вызвало. В скором времени они заблокировали волонтёров. Так Василий снова попал в приют. Ему около пяти лет, добрый и отзывчивый. Несмотря на все тяготы, он до сих пор тянется к людям. Он при этом не потерял доверие к людям. Он очень тянется. И мы очень хотим, чтобы он нашёл свою семью, которая действительно его будет любить, которая будет соблюдать диету, которая будет его кормить тем кормом, который нужно. Это корм муринарий. И мы очень хотим, чтобы он как можно скорее оказался дома. Ещё один питомец приюта особо остро переживал предательство людей. Дымку год. Сюда он попал совсем малышом, а потому семью ему нашли быстро. И всё было хорошо, пока котёнок не заболел. Появились проблемы с печенью. Цена за лечение хозяев не устроила, и они приняли решение вернуть его в приют. Настал самый тяжёлый для него период – лечение и карантин. Когда контакты с людьми минимальны. Как только человек просто заходил в карантин, первый, кто всегда сразу же, даже если спал, поднимал голову, это был дымок, он начинал плакать, он начинал очень жалобно мяукать, он очень хотел, чтобы его взяли на ручки. При том, что лечение у него действительно тоже было очень болезненное, неприятное. У него были капельницы. И вот всегда, как только я к нему подходила, или другие волонтёры брали на ручки, он тут же успокаивался, он начинал мурчать. И это всегда, на самом деле, его было очень жалко. Если вам понравился Василий или дымок, приходите в приют и познакомьтесь с этими позитивными ребятами. Подробную информацию можно узнать по телефону плюс 7 908 762 0951. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.